Продолжение следует... 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 Великолепный спектакль, в том числе и других спектаклей на Шоа, было участием, из-за тех ребят, которые мне помогали. Великолепный спектакль, в том числе, что, не далеко от того, как они были обучены, что они могли работать, были строители нацистов, в том числе, когда война была война. В этом спектакле есть приоритие между прошлым и настоящим, между ошибками чужими людскими, между чужим горем прошлого. В Белоруссии гетто было много, мы из Минска, там было большое гетто, погибло 800 тысяч человек в Белоруссии от холокоста, поэтому мы считаем, что... подписывали. Это было не исторические, потому что в Белоруссии украинский язык была свой всё, своё церковь, так что внутри русских языков в Белоруссии там есть Лидич, который появился в составе Соединённой Порядки Украинской Советской Советской Федерации. Белоруссия. Они учатся из-за этого трагедия, они учатся из-за этого случая, даже не слышали родители, но родители, и все вместе решатся что нужно ревоцировать, что нужно ревоцировать эти вещи. Как? С их инструментами, с театром. И сегодняшний день мы хотим сказать что мы молодые люди, мы знаем об этом, и мы относимся к этому с уважением и с чувством. Театром, на этой сцене, со старыми предметами, с этим старым ящиком, со старыми стульями, чайником и так далее, мы переживаем эту историю, историю тех людей которые погибли в гетто, которые погибли в концлагерях. Это мой взгляд, и это мой взгляд, и это мой взгляд, для чего сегодня мы здесь, с этим группами, все очень уважаемые, и счастливыми, и счастливыми, чтобы привозить свой свой message, в которой они вернулись, и вернулись, и они вернулись, из их страны. Поездка в Милан, ну, можно расценивать, как если бы можно было протянуть руку из прошлого, белорусские евреи протянули руку итальянским евреям, дабы с ними соединиться и укрепиться. Ну, вот как-то так.